Всех приветствую, продолжаем знакомиться с притчами. Притча Сергея Есенина, она называется «Свеча воровская». Жил-был один человек, а время было трудное. Вот он и задумал себе промыслить добра, да недобрым делом. Что у кого плохо лежит, не обойдет, припрячет. А то он окупит дряни всякой, выйдет купцом на базар. И так заговорит ловко, так выкрутит, совсем с тебя с толку собьет. И втридорого сбудет. Одно слово – вор. И всякий, раз дело свое обделав, Николе свечку несет. Понаставил он свечей, только его свечи и видно. И пошла молитва про Ипата, что по усердию своему первый он человек, и в делах его Никола ему помощник. Да и сам Ипат-то уверился, что никто, как Никола. И однажды хапнул он у соседа доскари на утюг для безопаски. А там, как на грех, хватились да по следам за ним в догонку. Бежал Игнат, бежал, выбежал за село, бежит по дороге, вот-вот настигнут. И попадает ему навстречу старичок. Так, нищий старичок, побиральщик. Куда бежишь, Ипат? Ой, дедушка, выручи, не дай пропасть. Сохорони, настигнут живую не бывать. А ложись, говорит старичок, он в ту канавку. Ипат в канавку, а там лошадь дохлая, он под лошадь, а в брюхо-то ей и закопался. Бегут по дороге люди, и прямо по воровскому следу, а никому не вдомек. Да и мудрено догадаться, канавка хоть и не больно глубокая, да, дохлятин-то разнесло, что гора. Так и пробежали. Ипат вывешел. А старичок тут же на дороге сидит. Что, Ипат, хорошо тебе вскрыть это лежать? Ой, дедушка, хорошо, чуть не задохнулся. Ну, вот видишь, задохнулся, сказал старичок, и стал такой строгий. А мне, как думаешь, от твоих свечей слаще? Да свечи твои, слышь мне, как эта падаль. И пошел такой строгий. Вот такая притча, притча Сергея Есенина, называется «Свеча воровская». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова